На Псалом 125 Песни восхождения Когда возвращал Господь плен Сиона Мы были как бы видящие во сне Слово плен по названию своему просто, но имеет много значений Есть плен добрый, о котором, например, говорит Павел Пленяем всякое помышление, всякий разум во Христа Есть и худой, о котором, например, он говорит Обобщающие женщин, утопающих во грехах 2 Тимофея 3.6 Есть духовные, о котором говорится Проповедовать пленникам освобождение Есть и чувственные, от неприятелей Но первые тяжелее Взявшие кого-нибудь в плен по закону войны Часто и щадят пленных Хотя заставляют их носить воду, рубить дрова И ходить за лошадьми Но нисколько не вредят их душе А кто взят в плен грехом Тот приобрел себе властелина жестокого и беспощадного Принуждающего его к делам самым постыдным Этот тиран не умеет ни щадить, ни миловать Послушай, например, как он, взяв в плен жалкого и несчастного Иуду Не пощадил его, но сделал святотатцем и предателем А по совершении греха вывел его на зрелище пред иудеями Открыл его преступление и не допустил воспользоваться покаянием Он, предупредив раскаяние, довел его до петли Грех есть властелин жестокий Дающий нечестивые приказания Подвергающие бесчестии повинующихся ему Поэтому вещеваю вас Будем с великой ревности убегать в власти его Будем бороться с ним Никогда не станем мириться с ним И освободившись от него Будем пребывать в этой свободе Если иудеи, освободившись от иноплеменников, были утешены То тем более мы, освободившись от греха, должны радоваться и восхищаться И хранить вечно эту радость А не нарушать и не осквернять ее Снова предаваясь тем же порокам Когда уста наши были полны веселья Тогда язык наш пение Тогда между народами говорили Великое сотворил Господь над ними Великое сотворил Господь над нами Мы радовались Возврати, Господи, пленников наших Как потоки на полдень Радость по случаю освобождения из плена немало Содействует перемене к высшему Но скажешь, кто не радуется при этом? Отцы их, когда были освобождены из Египта И изведены из тамошнего рабства на свободу С крайней неблагодарностью роптали среди самых благ Негодовали, были недовольны, постоянно сетовали Но мы, говорит, не так Мы радуемся и восхищаемся Высказывает и причину радости Мы радуемся, говорит, не только по причине освобождения от бедствий Но и потому, что отсюда все узнают Божие промышления о нас Тогда уста наши были полны веселья Тогда между народами говорили Великое сотворил Господь над ними Не напрасно здесь запущено повторение Но для того, чтобы показать великую радость Какую имели они Одни слова принадлежат язычникам, а другие им И смотри, они не сказали спас нас или освободил нас Но возвеличил, желая словом возвеличил Выразить необычайность дела исполненного чудесности Видишь ли, что, как я часто говорил Через этот народ научилась Вселенная Когда он был отводим в плен и возвращаем оттуда Самое возвращение было вместо проповедника Потому что слух о них распространился везде Открывая всем человеколюбие Божие И поистине велики и необычайны были чудеса, совершившиеся с ними Сам обладавший ими Тир отпустил их Когда никто не просил Но Бог смягчил душу его и отпустил не просто А с дарами и пожертвованиями Итак, или это говорит пророк Или он молится, чтобы избавление было всецелое Так как было несколько переселений у идеев Первое, второе и третье Многие из иудеев хотели остаться в стороне наплеменников Поэтому пламенно желая избавления Он и говорит Возвратив пленников Господи наших Как потоки на полдень То есть побуждая и поощряя С великой стремительностью, с великой силою Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью Это сказано об иудеях Но часто может иметь приложение и ко многим другим случаям Такова добродетель Она получает блистательные награды за труды Поэтому нам нужно наперед трудиться и изнуряться А потом уже искать покоя Это всякий часто может веять и в делах житейских Потому и пророк в речи своей указал на сеяние и жатву Как сеющий должен работать трудиться Проливать пот и переносить холод Так и упражняющийся в добродетели Ничему так не свойствен покой, как человеку Бог потому и сделал путь его узким и тесным Даже не только дела добродетели, но и дела житейские он соединил с трудом И последнее гораздо более И сеятель, и строитель, и путник, и дровосек, и ремесленник, и всякий человек Если хочет приобрести что-нибудь полезное, должен работать и трудиться И как семена имеют нужду в дожде, так мы в слезах Как землю нужно пахать и копать, так и для души Вместо заступа нужны искушения и скорби Чтобы она не произрастила худых трав Чтобы смягчилась ее жесткость Чтобы она не возгордилась И земля без тщательного возделывания не приносит ничего здорового Итак, смысл слов пророка следующий Нужно радоваться не только возвращению, но и плену И за то и другое исповедовать благодарность Богу Это сеяние и та жатва Как сеющие после трудов пользуются плодами, так и выговорят Когда отошли в плен, были подобны сеющим Испытывали скорби, труды, изнурения, бедствия Переносили ненастия, войну, дожди, холод и проливали слезы Что дождь для семян, то слезы для страждущих Но вот, говорит, за эти труды получили воздаяние Таким образом, когда он говорит Плачем несущие семена, возвратится с радостью Неся снопы свои, то говорит не о хлебе, а о делах Научая слушателя не унывать в страданиях Как сеятель не унывает, хотя ему предстоит много трудностей Представляя обильную жатву Так и страждущему не должно унывать Хотя бы много встретилось ему прискорбного Ожидая жатвы, представляя плоды, происходящие от страдания Зная это, будем и мы благодарить Господа и за страдания, и за покой Хотя обстоятельства бывают различны Но все вместе и каждая порознь направляется к одному концу Подобно тому, как сеяние и жатва Будем же и бедствие переносить мужественно и с благодарностью И покой с словословием Чтобы нам сподобиться и будущих благ Благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа Которому слава и держава во веки веков Аминь